Представьте, что с завтрашнего дня во всех магазинах не будет ни алкоголя, ни табака. Как вы лично к этому отнесетесь? Положительный. Положительный. Сейчас алкоголь и табак продается в жилых домах, рядом со школами и детскими площадками. Как вы к этому отнесете? Это безобразие. Алкоголь и табак за поселение в спецмагазины. Акция с таким названием шагает по стране. Иваново не оказалось исключением. Наш город стал одним из сотни присоединившихся к компании за трезвость. Активисты общественной организации «Трезвый город Иваново» провели опрос на улицах города. А что будет хорошего, когда продажу алкоголя и табака вынесут за территорию населенных пунктов в спецмагазины? Я считаю, что дети не будут этого видеть. Для меня, наверное, это самое главное, как для мамы. Большинство горожан на вопросе приняли участие 85 человек, схожие во мнении. Если алкоголь не будет продаваться в шаговой доступности, то и возможности его купить у почитателей крепких напитков станет меньше. Кроме того, по вечерам во дворах станет тише и спокойнее. Эта инициатива очень даже неплохая, потому что дети не будут видеть продажу алкоголя постоянно перед глазами. А то заходишь в магазин с замороженным, а там в одном отделе продают алкоголь. И опять же, я знаю много народу, которые покупают алкоголь. Ну просто так от нечего делать. Идешь с работы, начальник наорал, я сейчас возьму бутылочку пивка, сегодня пивка, завтра. А если не будет этого под рукой, я думаю, что сократится потребление алкоголя, намного сократится. Не будет этих спонтанных покупок. И человек сто раз подумает, поехать ему за город, или можно потратить эти деньги с большей пользой для семьи, для себя, для своего здоровья. Ну думаю, молодежи уже будет поменьше кинуться к пиву. Потому что самих двое парней переживаем, чтобы тоже было меньше соблазна. Будет меньше соблазна, поменьше будут проходить мимо этих пивных. Не будет в магазинах, подошел и что видишь, что тут пиво надо взять. Для организаторов акции важно разъяснить горожанам, что алкоголь и табаку совсем не место рядом с продуктами питания. Когда на уроках трезвости мы выясняем, вроде бы все понятно, что это вещи ядовитые, отравляющие нашу жизнь, вещи вредные и так далее. И что трезвость это естественное состояние человека. Но у детей вроде бы на уровне логики все понятно, но глубоко в подсознании сидит мысль, что все это пищевые вещества. То есть он мне задает вопрос, как это отрава, как это яды, если они продаются, стоят рядом с лимонадом. То есть такие вот вопросы возникают. И для того, чтобы было четкое понимание, что это действительно вещи не питательные, не пищевые, нужно разделить вот эту продажу алкоголя и табака от пищевых продуктов. В конце беседы желающие могли сфотографироваться с плакатами. Снимки выложат в сеть, чтобы не только участники акции, но и остальные люди могли задуматься о вреде алкоголя. По статистике смертность от табачно-алкогольных ядов аналогично военным потерям. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иванова.